Они работают в течение 3-5 сезонов, то есть компании, пишущие о водонепроницаемости своей палатки, допустим, 5000 пол и 3000 тент, это все показатели, которые будут сохраняться у вас в течение 5 сезонов. То есть я не знаю, допустим, как у нас русские сейчас компании к этому относятся, но вот я когда был на производстве, скажем, палаток компании NordFace, они все заявляют о том, что у нас срок эксплуатации порядка 5-4 лет, и та цифра, которую мы заявляем, допустим, 5000 водонепроницаемости, она будет работать в течение 5 лет. Что дальше будет с палаткой, мы не знаем, потому что мы не даем на это гарантии. Поэтому имейте в виду, что тент, он действительно, те цифры, которые написаны во многих производителях, они действительно как бы являются объективными, но на определенный срок. Это что касается тента. Что касается второго склада, так я пытался уместить, да, именно конструкция. Вот здесь вы видите раз, два, три, четыре, это, допустим, четыре дуги, а на верхней палатке две дуги. Конструкция влияет на то, то есть второй критерий, это выбор конструкции, да, скажем так. Влияет, наверное, скорее всего на ветрозащитность, на устойчивость палатки, потому что люди, которые, например, едут в степь, либо на какой-нибудь, допустим, там Дальний Урал, либо на какой-нибудь платок, где действительно там ни одного деревца нету, ничего нету, там негде прикрыться, стоит иметь палатки, например, ну, более низкие, чем 114 сантиметров в пике, потому что это достаточно уже высокая палатка для, для, ну, для ветра, да. И количество дуб в данном случае, да, сейчас, если возвращаться, оно как раз влияет на ветроустойчивость. То есть, когда вы делаете ставку на том, что вы хотите, чтобы, допустим, ваша палатка устояла в сильный-сильный шторм, имейте в виду, что конструкция, геометрия палатки играет, в вашем случае, наверное, влагенствующую роль. То есть, если вы едете, например, в степь, да, к примеру, они, допустим, на гуру квадрата, допустим, очень высоко, там, от 3000 метров, действительно начинается тот ветер, который, ну, как-то так, уносит все палатки, у которых есть конструкция, вот, из тут дуг. Ну, естественно, тут, конечно, показана ширина и длина палатки, но это, наверное, менее важный критерий, именно в условиях, скажем так, некой природы, потому что многим порой просто нужно просто переночевать спокойно, чтобы ваша палатка у них не сходила и было комфортно. Третий критерий символизирует выбор дух. Тоже для меня очень важно, потому что, ну, как бы, дуга, это, наверное, и есть самая прочная, стопроцентная надежность. Потому что, если, допустим, она будет из алюминия, да, как она здесь вот показана на картинке, то возможности вашей палатки, в принципе, безграничны. То есть вы можете использовать здесь минус 40, минус 30 градусов в любое время года, потому что алюминий вас никогда не подведет и, ну, практически никогда, да, там бывает сущие, конечно, не будет он служить очень долго. Что же, допустим, не касается дух из материала фидры глаз, который более ломкий и при длительном воздействии от ицательных температур может просто ломаться. То есть вы имеете возможность, допустим, в течение своей поездки лишиться, допустим, одного сегмента дуги. У меня такое было один раз. Ну, если мы поехали в Крым, я думал, что фидера глаз будет достаточно, но оказалось, что нет. Мне просто надлонилась одна часть дуги, как бы, и мне... Просто чтобы у меня был ремнобор с собой, я смог это дело устранить. Так что обращайте внимание вот на эти верхние критерии, да, то есть это материал, конструкция и дуга. То есть это такие очень важные моменты в выборе палатки. Не тамбур, как многие любят немножко большой тамбур, чтобы вот это, это... Вы знаете, тамбур, наверное, конечно, важен, но не важнее тех критериев, о которых я сейчас сказал. Собственно, по палаткам, наверное, все. Рюкзак. Ну, тут вообще все очень сложно, потому что... Рюкзак нужно мерить. Это первый момент. Я очень сильно расстраиваюсь, когда выхожу в зал, в розничный, ну, в торговый зал. Когда вижу, когда человек уходит с рюкзаком, достаточно хорошо набитым, но вот эта вот, вот эта лямка, да, поясная, она находится гораздо ниже. Это говорит о том, что человек, ну, конечно, был, наверное, хороший рюкзак, вот я вас очень сильно призываю к тому, что для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно, хорошо и получали радость от покупки рюкзака, вам нужно его несколько нагрузить, ну, как здесь показано, ну, может быть, это тоже муляж, и зафиксировать на косточке, которые, ну, скажем, на тазобедренной косточке. У самых правильных, хороших производителей существует критерий к измерению спины, и люди, перед тем, как выбрать рюкзак, меряют ширину талии и длину спины. Это очень важно, потому что, ну, вес рюкзака пора бывает 30, там, 25 килограмм, скажем так, да, в среднем, я не буду говорить о людях, которые носят по 50 килограмм, вот. Вот, очень сильно дарит, особенно, когда у вас есть проблемы, допустим, с искровопрощением, да, к примеру. Ну, вот, второй верхний слайд, он показывает просто, как бы, возможности фиксирования и эргономии правильного послаженного рюкзака, потому что, вот, фиксирование вот этой лямки, да, оно тоже очень важно, немаловажно, чем фиксирование, например, вот такого пояса. Так что, наверное, я буду рассказывать, там, много изливать, про какие бывают рюкзаки, я надеюсь, что вы берете и сами, потому что они бывают очень разными, там, 40-50 литров, все зависит от ваших потребностей, вашего похода, вашего путешествия. Дополненная штука элементом, скажем так, эргономики, в наше время существует огромное количество рюкзаков, в которых вход не только со стороны клапана, но, например, да, то есть основной, который мы залазим, такой большой, ну и, допустим, вход, там, не знаю, в спальне, да, то есть, ну вот, где у вас лежит в спальне, или, допустим, какой-то боковой вход, боковая молния, и, допустим, в процессе какого-то перехода вы, там, хотели достать какой-нибудь, там, носочек какой-нибудь или какой-нибудь платок, не обязательно лезть в весь рюкзак, чтобы, значит, достать какую-то маленькую деталь, и достаточно просто где-то ее рядышком так вот просто, ну, положить, и, в любое время, просто достать, потому что сейчас очень, ну, как бы не то, что сейчас, а вообще в целом модные такие турпутевки трекинг, трекинг — это когда вы просто идете от точки до точки, и, естественно, вам что-то нужно будет в течение этой дороги, и эта вещь очень такая необходимая, и не обязательно лезть в весь рюкзак, там, где-то вот в конце, где-то вставать, то есть все это можно спрятать где-то рядышком, буквально вот залезть, поэтому я о чем-то говорю, потому что наличие вот этих вот эргономических возможностей в рюкзаке, оно очень высоко, и сейчас это есть, и этим нужно пользоваться, потому что, ну, скажем, я рассказываю, в принципе, достаточно о дорогом сегменте, такой рюкзак стоит порядка, там, вот 10 тысяч рублей, ну, это, как бы, стоимость именно одного рюкзака полностью, то есть в нем также, помимо этого, как бы, есть там и правильная молния, да, потому что молния тоже очень важна, естественно, фурнитура — это те вот эти вот пластмассочки, которые постоянно работают на нас по несколько раз в день, потому что, ну, чем хуже рюкзак, тем, конечно, есть, конечно, корреляция между тем, что там, между ценой и качеством, вот, естественно, тем меньше цена рюкзака, тем хуже качество его каких-то тонких деталей, поэтому обращайте внимание на очень тонкие-тонкие вещи, там, это фурнитура, молния, ну, и самое главное, вот, наверное, это ваша спина, без которой, собственно, ничего не может быть, вот тогда, что касается рюкзака. Ну, и спальники, очень простой слайд, я поделюсь, то есть совершенно легкий, без нагрузки, без насловой, ну, первый верхний слайд — это в разрезе ваш спальник, скажем так, да, всего, что это за материалы в мире утеплителей, это пух и синтетика. Пуховые спальники гораздо дороже, потому что, ну, там, все-таки все понятно, на синтетике не все понятно, потому что до сих пор, как бы, да, если я говорил про термобильон, то же самое стереотип бытует и в спальниках, что если там синтетика, иначе она тяжелая, там, еще что-то же. Все технологии, которые пришли в туризм, я совершенно это четко знаю, это один из моих интересов, пришли из космических и военных технологий. То есть, допустим, что касается космических — это гортекс, это мембранная куртка, а что касается военных — это спальники. Большое количество военных там, ну, там я, конечно, не скрою, что это и натовские, и другие, вот, борцы за свободу, они использовали очень давно синтетику и всегда были рады и довольны. Поэтому я могу сказать определенно, что синтетика — это очень хороший выбор, и в данном случае, вот сколько, вот три года я смотрю статистику продаж спальников, ну, лидирует синтетика просто потому, что она гораздо шире, ее возможности гораздо шире, она имеет возможность, скажем так, сурового, холодного климата, у вас, так сказать, суровый, холодный климат, но и также возможность, даже когда у вас спальник полностью сырой, полностью вас согревать. То есть вот этот слайд, да, он показывает строение синтетического волокна. Оно бывает очень разнообразное. Оно бывает вертикальное, оно бывает горизонтальное, оно бывает и горизонтальное, и вертикальное. Один смысл в том, что все синтетические волокна, они силиконизированы. То есть один раз, находясь на Алтае, попадали несколько раз под сильный дождь, и мой спальник, ну, практически был сырой постоянно. То есть мы утром выходили, когда еще солнца не было, и вечером приходили, когда солнце уже садилось, изменение по возможности его просушить. Я видел, как в нем просто играет флага, но каждый раз подоживаясь в спальник, я понимал, что синтетика будет греть мне всегда. То есть это действительно так, поэтому подумайте о синтетике. Это действительно сейчас все очень рабочее, очень правильное, как бы, да, и интересное. Я не говорю именно в защиту синтетики, просто пух, он тоже актуален, безусловно, он даже может быть легче. Уже сейчас могу сказать с уверенностью, что синтетика тоже есть легче, чем пух. Но пух выигрывает, допустим, условия, когда постоянно находитесь от минус пяти и так далее. И, допустим, вот, могу даже подвести пример, если бы меня поддержал. Сергей Горшков на тот же остров Арангеля я положил ему пуховой спальник, а не синтетический, просто потому что там практически, ну, не бывает, скажем так, положительной температуры. И он сказал, что это правильный выбор, действительно, потому что синтетика, может быть, была бы легче, но он все равно перемещается на снегоходе по местам, когда стоит фотоохота. Поэтому ему вес, в принципе, тоже не важен. Но пух в нем был более выигрышен, потому что он наиболее теплый. И, скажем так, занимает меньше места. То есть, вот я примерно с собой, я, конечно, может, не рассказал, да? Эту куртку, эта куртка первая в мире, ей уже двух лет. Она очень легкая, если кому-то интересно, может потрогать, она практически ничего не весит. Это технология взята из спальников, потом уже интегрирована в куртки. То есть, это самый легкий пух. Соотношение пера и пуха здесь очень высокое. Это 900, если кому-то такие дают какие-то понятия. Есть просто несколько критериев теплоизоляции под пуху. Ну и открою маленький секрет. Вот это третий слайд. Современные технологии в спальниках позволяют... Сколько у нас не у всех хорошо с теплопроводимостью...